Так, друзья, привет! Мы с вами сегодня направляемся в Зарочку. Рассматриваем сначала витрины. Смотрите, какое красивое здесь платье. А почему такие плохие... Такое плохое... Почему витрины так плохо освещены? Вот что-то синее такое красивое. Почему на витринах так темно? Я не понимаю, что происходит. Народу не протолкнуться. Это то, что я вам говорила, когда я была в Манго. Что в Манго? Никого нету. А в Заре толпы людей. Очереди в примерочную. Неважно, оттого, есть целы или нету. Так, сумочки давайте смотреть. Это, знаете, копия на Селин, по-моему, сделали вот такую сумку с такой вот ручкой. Если я ничего не путаю, я небольшой знаток люкса, поэтому, по-моему, Селин сделали такую сумку. Опять эти все... Слушайте, никак они не перестанут... Никак они не перестанут производить... Ой, падает. Никак они не перестанут производить эти босоножки с этими блестящими блестюшками. Может быть, это сейчас так модно? Лиссировочка. Вот интересная какая блуза. Смотрите, да? Такого интересного она стиля. Может быть, мы ее возьмем померить, если я про нее вспомню и найду к ней юбку. Ну, вот эта подходит, бежевая. Ну, посмотрим. Так, костюмчик такой в таких... В разлитых... Как будто бы грязью замазали и так размазали. Знаете, такая расцветка. Но я люблю, мне нравится. Пальто черное. Я прямо иду, вот как иду. По рядам. Пальто черненькое. За 129. Значит, оно не шерстяное. Видимо, синтетика. Но выглядит неплохо. И с подкладкой. И, кстати, опять же говоря, манго. Там подкладочки не было-то у нас. Красивые серьги. Ужасно модные сейчас. Вот, опять же, девочки, я повторяюсь. 28 долларов. Вы видели в манго вчера... Не вчера, а вчера я была. Но, наверное, выложу видео в другой день. Манго, сережки стоили 56. Да? Вот, какой-то интересный костюм. Просто такая вот блуза. И юбка к ней интересная. Интересная юбка. И вот это мне нравится. Черный. Такой интересный жакетик. Бомбер. С такой буклированной тканью. С пуговицами. Брюки. О, еще вот что-то такое. Платье. Вы знаете, это интересные. Вот эти вот... Во-первых, платье. Мне нравится 80 долларов. Я люблю такие фасоны. Вот с этим вот... С этими складками живота. Они очень хорошо... Живот скрывают. Так. И вот еще такой, смотрите. В общем, сейчас весь, все, все завалено вот этими короткими под Шанель жакетами разных расцветок с разными пуговицами. Ватник. Ну, прям, совершеннейший ватник. 130 долларов. А сколько жакет вот этот стоит? Сотню. Так, я прямо вот так пришла и иду по стеночке. Стараюсь не снимать людей. О, вот это мне так нравится. Я видела одной блогерши. Это такая... О чем она? Может, я ее возьму, если опять же не забуду в примерку. 100 долларов. Слушайте, она вот такая вот... Как будто бы на одной пуговице кофта. Кофта такая из такой плотного-плотного трикотажа. И вот такой вот у нее шарф. Вот так, который вот так вот закидывается. Получается... Получается очень элегантно и красиво. Попробую ее примерить, постараюсь. Вот шортики горошек. Вот, смотрите, что какая красота вся. Значит, это у нас рубашка за 129. И к ней брюшки же за 129. Все вышиты. Вышиты бисером. Красиво. Красиво. Тут у нас опять блестки какие-то. Блесток опять много. Вроде прошел у нас... Прошел Новый год. Так, вот это серьги. Читаем. Камушки, не камушки. В прошлый раз я вам прочла лекцию о том, что в Заре есть натуральные камни. И на этикетке написано, что изделия выполнены из натуральных полудрагоценных камней. Можно, конечно, спорить, что это какая-то прессованная крошка или что-то такое. Но то, что это не пластик, это совершенно точно. Потому что даже на ощупь... Ну вот, вы знаете, я человек, очень интересующийся украшениями. Я немножко умею различать, где пластмасса, а где камень. Так вот, и по весу, и потому что он холодный на ощупь, я могу сказать, что это не пластик. Сто процентов. Очень много розового. Мы продолжаем какой-то барбикор, наверное, в Заре. Я не знаю. Но вот видите, такой розовый костюм висит. И вот это очень-очень красивая розовая юбка. Я сначала думала, что это аппликация. Потом присмотрелась. Это рисунок на юбке. Вот сделан вот таким вот очень красивым цветком. Очень я хотела взять ее в примерочную, но не получилось, потому что не было моего размера. Я очень хотела ее примерить. Стоит она 80 долларов. По-моему, сделана из льна или смесь льна с чем-то. Но лен точно присутствует. Розовый костюм, жакеты, брюки. Такой расслабленный, широкий такой жакет. Тоже, по-моему, какие-то натуральные ткани. Вот это очень интересная вещь. Я взяла ее в примерочную, потому что мне очень захотелось ее примерить. Это такой жакет-кейп. Накидка. У него нет рукавов. И прорези такие для рук. И они несколько уже сезонов, можно сказать, давно они делают эти жакеты. Каждый сезон черные и белые. Вот сейчас в магазине был только белый. Видите, сзади он сделан как кейп. А спереди у него такие крылышки с прорезями, в которые можно просовывать руки вместо рукавов. В общем, посмотрите на примерки. Очень интересная вещь. Каждый раз хочу купить ее на селе, но никогда они не доживают до распродажи. Еще один очень красивый белый жакет. Скрытая застежка. Пояс такой, в общем, элегантный. Очень жакетик. Сколько он стоил, я не разглядела. Наверное, больше 100 долларов. Еще один жакет коротенький под Шанель. Их очень много. Разных цветов, разных расцветок, с разными пуговицами, разных вариаций. Очень красивого цвета такого кобальтового жакета. Синий кобальтовый. И вот эта вот блузка с такой расцветкой в губке синенькие. У них много есть такой расцветки вещей. Сейчас юбки есть, какие-то платья. В общем, много такой ткани. Очень-очень трендовая вещь в наш сезон нынешнего лета – это балетки. Ими все-все-все заставлено, все магазины. И, честно говоря, мне не очень. Нравятся балетки, но это как бы мода. И вот очередное платье с пайетками. Я не знаю, в честь чего. Видимо, по поводу, может быть, выпускных уже надвигаются. Потому что уже все праздники прошли. Так что, чего сейчас пайетки, наверное, к выпускным. Интересное платье. Тоже такой расцветки. Знаете, как будто бы размытая, размытая акварель. Много у них вот этих вот сейчас таких, знаете, размытых расцветок. Интересный. Интересный пояс. Такой ковбойском, в ковбойском стиле. И мы сейчас, наверное, перейдем к украшениям. Я не помню точно, что я уже дальше там рассматривала. Да, вот очередные серьги такие сделанные из желтого металла. Очень интересные. Вообще, в магазине много чего интересного. Проблемы, конечно, с размерами. Мне, чтобы что-то примерить, нужно, значит, искать свой ларч, экстраларч, который не всегда в магазине наличие имеется. Жемчужные бусы тоже у них сейчас много разных вот такого варианта. Потом есть другие жемчуга. Вот такие большие, крупные жемчуга. Есть такие же крупные, длинные, много-много рядные бусы, которые они сделали в прошлом сезоне и повторили в этом сезоне. Но сейчас в магазине вот их не было. И вот такой вот интересный бус. Это не жемчуг. Типа под жемчуг. Ну, в общем, тоже такой интересный вариант. Жемчуга вообще, я так понимаю, сейчас вошли в моду снова. Мы очень вернулись, потому что вот эти бусы из жемчугов в Заре они сделали в прошлом сезоне и перевыпустили в этом сезоне. Я вам хочу сказать, те, кто думают, что они просто берут с прошлого сезона, перевешивают, это не так. Они просто перевыпускают какие-то популярные вещи. Вот тоже очень интересные сережки. Но это пластик. Тут как бы и написано, что пластик. Я вижу по моим, так сказать, наблюдениям, я вижу, что это пластик. Но когда пластик, то пластик. Я же не буду говорить, что это камень, когда это пластиковые серьги. Но очень симпатичные. Очень такие яркие, большие, крупные. Но в то же время и таких базовых расцветок. Вот это черное платье я тоже взяла в примерочную. Мне тоже было интересно его примерить. И все, давайте пойдем примерять. Друзья, привет. Мы в примерочной в Заре. Я взяла много чего, что хотела, кроме розовой юбки, которую я вам показывала и которой не было моего размера. Мидиум я брать не стала, а large не было. Так, я вам себе сейчас быстренько покажу. Я сегодня вся в Total Black с кучей бус. Когда я пришла на работу сегодня, меня спросили, кофточка у меня такая, меня спросили, куда я иду после работы, что я иду в театр или на какое-то мероприятие. Ну так у нас, потому что, во-первых, полностью черная одежда, она как бы вызывает сразу ассоциации, что вы как бы нарядно оделись. А плюс еще человек заморочился и наперил на себя такую кучу всяких жемчужин. Это вообще, так сказать, уже такое можно сделать только ради театра, свадьбы, дня рождения или что-то в таком духе. Так, ну давайте сделать примерки. Кстати, у меня есть много вещей, которые вот хорошо будут у меня примиряться с этими моими брюками удачно. Так что все, давайте начинать. Так, смотрите, мне очень-очень нравится эта вещь. Она необычная, она оригинальная. Я вам показывала ее в зале. Это такая, значит, кофта. Прямо реальная. Это такой трикотаж, как будто бы свитер. И у него здесь вот у нее есть одна куговица. Как-то вот, видите, на это надо отрезать вот эти все этикетки. Она так довольно высоко разрезана в боках. Сзади она длиннее. И здесь у нее пришит вот такой вот как будто бы шарф, который можно просто перекинуть, а можно засунуть. Вот здесь такая вот есть петля специальная, чтобы оно все не выскакивало. И оно очень хорошо держится. Если ветер, например, это, кстати, очень предусмотрительно сделано. Если, например, ветер, да, то у вас этот шарф сдуется вперед, а так вот он здесь застрян, засунул так. И очень красиво лежит вот эта драпировка. Я просто хочу, чтобы вы оценили, как это все красиво выглядит. Это очень оригинальная, необычная вещь. Опять же, люблю Зару за то, что в ней есть вот такие вот вещи, которые мне очень прям нравится. Вот такой дизайн. Необычный, красивый дизайн. А это размер Larch Extra Larch. У них есть Small Medium и Larch Extra Larch. Я взяла побольше, чтобы... В принципе, и Small Medium был бы нормальный. Она такая большая, широкая. Видите, она вся тут в разрезах, поэтому нет шанса, что она вам будет маловато. Скорее всего, даже и Small Medium будет хорошо. В принципе, можно и не засовывать вот так, а можно просто вот так вот ее перекинуть. Но тогда есть как бы опасность, что ветром ее может сдуть. А так вот, видите, вот как это выглядит. Это просто кофта. Сколько она стоит, как она мне нравится. Тоже ж не доживет до сейла. Сто процентов не доживет. Очень оригинальная, очень интересная вещь. Так, в нем, в этой кофте, 9% шерсти. И стоит она 100 долларов. Видите, размер Larch Extra Large. Вот так вот оно застегивается на пуговицу. Рукава. Видите, какой странный. Очень интересная какая-то конструкция. Видите, сзади как-то оно в руках переходит в спинку. Вот, потом здесь... А, нет, вот здесь вот этот шарф, который продевается вот в эту вот петлю, чтобы он не падал. Очень интересная вещь. 100 долларов мне, конечно, жалко за нее. Распродажи, не знаю, довисит она или нет. Но посмотрим. Красивая она. Интересно. Так, жакетки очень мне они нравятся. Много лет их делает Zara именно белые. И, по-моему, есть еще черные. Я не уверена. Но вот сейчас в магазине был только белый. Как он красиво выглядит. Я вам показывала, что у него, видите, у него нет таковых рукавов. Есть подплечики. Вот так вот он смотрится. У меня очень большие, широкие рукава. Поэтому, может быть, это не самый лучший вариант. Ну, вообще, посмотрите, как красиво. Нарядно. У меня еще черное платье. Еще я сейчас потом примерю с платьем. Но вот с брюками. Это тоже очень красиво. С брюками и стопом. Элегантно, красиво. Он так выглядит. Очень нарядно. Очень, очень по-богатому. Так я бы сказала. Ну, правда, красивая вещь. Супер. Так, 100% полиэстер. 130 долларов. Размер large. Вы знаете, он так странно, интересно. Я вот примеряла и даже не заметила. Вот если его открываешь, то здесь вот такая вот как-то штука внутри. Вот так вот это все. Какая-то конструкция. Очень странная. Я вроде одела и одела его. Просто просунула вот сюда как-то руки. Ну, в общем, короче, неважно. Очень-очень красивая, элегантная вещь. Меня не так нравится. Я давно хочу его поймать. Но мне жалко 130 долларов. Я хочу дождаться распродажи. Но они никогда до распродажи не довисают. Так, вы знаете, довольно интересный топ. Он не из дорогих. Он из синтетики, конечно, сделан. Но у него интересный крой. Вот я его меряю с черными брюками. И он довольно неплохо, интересно выглядит. Единственное, что мне не очень нравится. Вот у него какое-то высокое горло. Если бы оно было чуть-чуть вот так. Вот так. Знаете? Ну, это можно завернуть, зашить. Я не знаю. Потому что, имеется в виду, что оно должно быть вот такое. Но у меня оно прямо вот как-то... В общем, интересное вот это вот решение. Как-то это можно вытащить. Или это пришито. Черт, я знаю. Да, можно как-то, наверное, вытащить. Затянуть потуже. Вот такой вот топик. Ну, ничего такой. С черными брючками. И вот такая сразу нарядная. Знаете? Особо не надо много придумывать. Опять же, бус какие-нибудь. Необязательно такие. В общем, ну, короче, что-нибудь немножко разбавить. Ну, видите, как интересно. Вот здесь как-то сделано. Вот такой вот он. Ну, интересно, правда? Так, стоит она прямо бюджетненько. 46 долларов. Это был размер medium. И он мне, в принципе, нормально. Господи, как орет музыка. Я надеюсь, что мне не придется переозвучивать 150 раз это видео. Ну, посмотрите, оно как бы, это полиэстер, но она выглядит очень-очень симпатично. Такой приятный цвет слоновой кости. Видите? Вот этот вот белый, а этот немножко такой слоновой кости. Единственное, что вот это горло какое-то такое странное. А та, ну, в принципе, неплохая такая вещь. Очень-очень удобная на все случаи жизни. На выход, на работу. Вот вы ее надели, и вы уже прям такая хорошо выглядящая, элегантная девушка. На очень-очень, за очень-очень бюджетные деньги. Смотрите, тоже очень, довольно бюджетная, синтетическая. А давайте я сейчас свои бусы понавешу, чтобы было красиво. Правда же? О, смотрите, как сразу. Значит, оно интересно сделано. У него есть плечи, что мне очень нравится. Это размер экстралавчика. Поэтому вот здесь, вот прямо у меня здесь, видите, все видно. Лифчик виден. До пояса, можно сказать, все видно. Ну, это, наверное, можно как-то зашить. А может быть и нет. Потому что здесь, видите, идея рукава. Вот именно вот в такой низкой. Вот именно, если здесь это зашить. Здесь не просто пройма. Здесь как бы такой небольшой рукав. Вот. А так-то, в принципе, оно, видите, здесь как-то сделано широко. Потом оно сужается в талии и донизу. И здесь разрез. Вот. И, в принципе, оно такое сидит на фигуре. Это экстраларч и черный цвет. Поэтому мне оно нормально. Сейчас покажу в полный рост. Так, смотрите. Смотрите. Какое интересное платье. Правда интересное. И такое слегка нарядненькое, в общем, я бы сказала. Так, смотрите, как красиво вот этот жакет. С черным, просто черным платьем длинным. И вот это вот, вот такая вот накидка. Я что-то неправильно его одеваю, потому что у меня сзади остается вот этот плястик непонятного назначения. Может, в него надо было как-то... Нет. А, тоже, наверное, он остается на спине. Он сделан для того, чтобы его не сдуло, наверное, этот жакет. Или что, я не знаю. В общем, как... Короче, девочки, посмотрите, как красиво. Посмотрите, как элегантно. Как же это красиво, когда черное... Вообще, черное с белым – это шикарное сочетание. У меня сегодня так и получается. Почти все черное с белым. Вот это серое. И вот это серое. Ну, в общем, черное с белым и чуть-чуть серенького. Ничего яркого у нас сегодня нет. Я пришла в черном. И я в том же духе продолжаю. Но это правда очень красиво. Вместе. Итак, черное платье. Я примеряла. Размер Extra Large. 80 долларов оно стоит. 79,90. Вы видите, вот сверху вот интересно сделан рукавчик такой, встроенный под плечико. И вот эту пройму довольно трудно зашить, по-моему, потому что все-таки это вот сделано как бы рукавом. Это не совсем пройма, это такой небольшой рукав. Платье интересное, симпатичное. Единственное, что меня смущает, это на пузик, так сказать, шов. Могли бы за 80 долларов уже сделать цельным куском. И вот оно сделано, видите, у него сзади выточки. Сзади, не спереди, а именно сзади. Что дает такую вот приталенность как бы этому платью. Фасон интересный. Довольное симпатичное платье. В общем, неплохое. Ах, какой костюмчик, девочки. Очень классный. Он такой с легким, с легким таким блеском. Брюки и жакет свободный, большой. Все, размер large и брюки, и жакет. Значит, брюки вот так выглядят. Обычные совершенно брюки. Но с жакетом, с таким объемным, большим, они смотрятся очень красиво. Это прям шикарный костюм. Мне очень нравится. У него такой отлив серебристый. Он не люрекс, не блестки, ничего такого, не бросающегося в глаза, а такой тонкой вот такая ткань, очень интеллигентный, таким чуть-чуть блеском. И вот такие вот классные брюки. И очень-очень классный костюм. Вот, смотрите, шикардос. Шикардос же. Мне кажется, что да. Так, состав ткани в этом костюме. 77% вискоза, 23% плестер. То есть он, в принципе, в нем очень много вискозы. Брюки стоят 80 долларов. Размер large я бы меня примеряла. Они очень тонкие. Тонкие, тонкие, легкие. С таким легким, таким, знаете, люрексом. Очень ненавязчивым таким. И жакет. Тоже размер large. Стоит 129 долларов. Такой же состав. А вот подкладку я не посмотрела. Ну, неважно. Скорее всего, полиэстер, конечно. Пуговицы обтянуты этой же тканью. Что приятно. И здесь ничего нету. Никаких пуговичек. Здесь просто вот такой вот разрез. Ну, посмотрите, он так поблескивает. Так интеллигентно. В общем, интересный такой костюмчик. Что-то в нем есть такое. Какое, знаете. Ну, я вам хочу сказать еще раз. Я не могу сказать, что он сделан в идеальное качество. Вот здесь вот какие-то так сшито не очень. Так, в принципе, нормально, если не придираться. Ну, не идеально. В принципе, это не из дорогих. Жакет, который в Заре стоит 130 долларов, это из дешевых. И 80-долларовые брюки, это тоже не самые дорогие. Поэтому, как бы, это не самое лучшего качества. Но мне очень нравится ткань. Мне очень нравится фасон. Такой свободный жакет и свободные брюки. В общем, костюмчик неплохой. Так, девочки, все. На сегодня все. Тоже не очень длинные примерки у нас были. Ну, по-моему, достаточно, чтобы не грузить вас очень долгими примерками и себя заодно. Я вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть ношу. Лучше я буду чаще ходить и чаще снимать. Все. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем привет. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok